итак сегодня понедельник 17 января я хочу вам представить свою картинку с текущими проектами то что я планирую же делать сейчас но конечно уже немножко забегаю на февральские планы так как частенько срываю сроки на данный момент здесь у меня 2 работы первая работа это топ с пайетками его я вяжу по мастер-классу на youtube хотела с лета как только увидела этот мастер-класс но пока заказала пряжу пайетки только вот решилась начать издать образец в пятницу вечером я связала образец и настолько мне понравилась выбор этой пряжи расцветки как выглядят эти пайетки в серебристом цвете что я просто за два выходных дня извязала целый моток хлопка и провязала четыре полоски пайеток вот такой топ это будет просто очень мне нравится единственное вот здесь подгибается край вроде бы по мастер-классу все вяжут ничего у них не подгибается будем потом смотреть после того как это все будет с изнаночной стороны это выглядит вот так здесь только маленькие какие-то пайетки есть некоторые большие потом можно будет туда перетянуть и вот просто моток один 100 граммов и закончился я жду пряжу которая должна который я заказала она должна прийти где-то в течение недели полторы это вот один процесс он будет ожидать прихода вот этой лавандовой пряжи это хлопок ализе бахар мистеризованный цвет лаванда 65 цвет пайетки уже я показывала где-то в своей распаковке к сожалению не помню пряжу но по расчетам должно хватить на размер 42 46 30 грамм здесь 50 грамм я надеюсь что мне хватит и докупать не нужно будет но в крайнем случае у меня есть еще золотистые пайетки которые конечно сюда не подойдут но если вдруг мне не хватит буквально один рядочек может быть я их тоже добавлю так и мои вязаные осьминоги для клуба 28 петель я их уже давным давно связала но они у меня вот такие вот безглазые спецзадача на этой неделе довязать им улыбочки глазки и наконец-то передать их по назначению вот такая корзинка у меня на эту неделю так что пока я буду делать вот эти глазки я думаю как раз придет и пряжа для вязания топа хотя он не запланирован на февраль также я заказала пряжу для вязания сейчас вы услышите окончание видео я выбирала модель крючком чтобы связать женском стиле или девочек и все же так как осталось уже половина месяца крупную модели как платье я откажусь я все же наверное откажусь у меня остается сумка панно или пинетки так сумку да но нужно будет поискать фурнитуру и тут еще нужно включать шитье шитье шлю я долго потому что продумываю что как нужно шить так как шить и так сразу не умею мне нужно посмотреть в интернете как это делается попробовать поэтому сумка да но попозже и у меня остается две модели это панно и пинеточки светочка я наверно остановлюсь на панно но возможно животное все таки я выберу какое-то другое итак в январе крючком по рубрике мужское женское женском стиле девочкам стиле по рубрике волшебный пендель из хотелок из сохраненных фотографий вконтакте я выбрала вязать панно крючком панно которое выпало у меня так скажем в родной мазере по моим рубрикам кстати это панно как бы та картинка которую я сохранила что я хочу ее связать я нашла источник мастера у которого есть платное описание к этому панно и я просто даже не задумываясь приобрела это описание заказала нужную пряжу теперь тоже в ожидании потому что когда придет пряжа я начну этот процесс который уже привязан к январю но немножко поменяла вот эти процессы так скажем но я не буду привязываться к месяцам а просто буду вязать и надеюсь вязание в этом году моей жизни будет чуть больше чем в прошлом всем пока увидимся в следующем дне добрый день сегодня я снимаю завершающее видео января сегодня у нас 30 января и к сожалению каждый день даже через день подключаться мне не получалось поэтому показываю результат уже наверно двух недель ну во первых я доделала дооформила своих осьминожков они теперь спящие милахи такие с ресничками и с глазками это теперь можно простирать и отдать также почему я долго не снимала потому что я начала вязать проект февраля но пряжи мне на него не хватило и тут вот она только приехала и я продолжила вязание это мой топ с пайетками получается что 100 граммового мотка мне хватило на раз два три где-то на три с половиной полоски это 100 грамм по кругу и вот это я уже начала новый моток цвет лаванда но пайетки пока все еще один моток 50 грамм по мастер-классу на по мастер-классу на 42 44 размер хватило 30 грамм пайеток у меня 50 грамм на размер побольше я думаю мне должно хватить но это проект февраля я начала вязать образец и в общем то никто меня не смог остановить продолжить вязание вот получилось уже наверное целых 30 сантиметров так это то что я буду продолжать вязать феврале но начала в январе класс также я сейчас сюда вставлю видео которым я делала выбор что я буду вязать в рубрике волшебный пендель если кто-то угадал и писал в комментариях к предыдущему видео поздравляю вас если не угадали то смотрите что же я выбрала в распаковке я показывала эту пряжу это ализе ализе катон плюс может быть катон baby плюс так этикеточки далеко а нет вот рядышком так это ализе катон gold плюс молочный и зеленый цвет которые кисточки это другая пряжа в общем я выбрала вязать пану крючком и когда прижать пришла пряжа меня также было не остановить и буквально за один вечер я практически связала 90 процентов работа здесь у нас уже я связала основное полотно вот такая чудесная лама получается так сейчас уменьшить вот такая лама махнатенькая это интарсия крючком здесь нить переплетается осталось довязать еще сверху небольшую часть которую буду прикреплять уже к палочке деревяшки и сделать бахрому снизу а также доделать мордочку пришить ушки и глазки ну вот я думаю доделаю также здесь я уже сплела симпатичный ремешок и три кисточки все по мастер-классу Саша Кофер надеюсь правильно произношу очень интересно было вязать в этой технике сразу все расписано и понятно как использовать технику для других допустим панно для других животных для других узоров на выбор было сделать помпон или кисточки я решила все-таки сделать кисти так как никогда их нигде не делала вот такие симпатичные сочетания цвета также их нужно еще убрать лишние хвостики подрезать ровно чтобы они были симпатичнее ну в общем это процесс января и февраля так как волшебный пендель у меня не на месяц но начало в январе поэтому феврале я закончу его и покажу это панно уже готовое так на этом думаю все и в ближайшее время выйдет видео о планах на февраль чего ожидать и что я сделала в январе а чего еще не успела подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик и вы узнаете как будут выглядеть эти изделия когда они будут готовы пока пока